Разница между мужчиной и женщиной есть только лишь в том, что мужчина слаб, а женщина не осознает это. Поэтому дает мужчине уверенность. Он смотрит, ему кажется, что она сильная, что она мудрая, потому что она не осознает слабости и страха. У нее есть страхи, у них есть, но она на их фоне кажется бесстрашным, потому что они такие же, как у мужчины, женщина сама по себе нежнее, более нежное существо, поэтому внушает, может внушить мужчине покой. Мужчина не умеет это делать. Он умеет это делать только после того, как успокоится. А успокоить его должна женщина. Но в нашем обществе женщины только раздергивают мужчин. Им кажется, что они такие матери Терезы, блядь, что они сейчас найдут себе мужика и начнут его, блядь, на путь направлять, что этому хуйню всякую нести, ну, понимаете, зашкварную. Отчего у него просто крыша начинает ехать, он, блядь, превращается или в чумов полный, блядь, в тряпку, или в заебанную такую жизнь, или в агрессора, домостройца какого-нибудь, который, блядь, строит всех дома, терроризирует, и пиздит жену свою. А надо успокоить мужчину, помочь ему. Вот женщина для этого и создана. Она помогает, ему успокаивает и получает, потом, ну, это без желания что-то получить. Искренне успокаивает, не какими-то вот этими штучками женскими. Первый день приготовила еду, ему сказала, какой-то хороший, погладила, а потом, блядь, в снежную королеву его пинками гонит, чтобы он ей шубу покупал, блядь. Вот так ничего не будет. Никаких подарков, никаких цветов, никаких поздравлений, сюрпризов. Ничего не нужно требовать. Искренне. Вот. Не мешать ему удовлетворять свои сексуальные фобии, накопленные с детства. То есть, вообще вопрос измены не должен стоять никак. Чего хочет, что с вами хером хочет, то пусть и делает. Только радоваться этому должна. Ну, если не радуется, значит, все, беда будет. Ничего не получится у нас. Радуется, значит, будет ее любить мужчину. Значит, пока не успокоится, не удовлетворится, не вернет все то, что свободу себе сексуальную, которую у него отняли в детстве, ничего не получит женщина. Ни секса, ни любви.